Теперь рассмотрим случай работы с модулем. Для каждого модуля параметры сдаются в файле меню .php по пути, который у вас указан на экране. Результатом работы файла должен стать описательный массив меню модуля. Возможно, API позволяет создавать древовидные меню с любым уровнем вложки, а также с динамической подгрузкой ветвей. Файл меню .php должен вернуть ассоциативный массив определенной структуры. Описание вы сейчас видите у себя на экране. Остановлюсь на ряде параметров. Это такие как parent menu, дефеката раздела меню. Имеет смысл он только для меню верхнего уровня. Может принимать одно из следующих значений, которые вы видите у себя на экране. То есть показ, какие разделы основные существующие в меню админки битрикса. Соответственно, также у нас есть вес, сортировка классические. Мы можем указать адрес, по которому мы при клике переходим. Либо еще дополнительный список адресов, при нахождении которых считается, что текущий пункт меню также является активным. Далее там текст всплывающего, подсказки пункта меню, непосредственно текст ссылки пункта меню, различные CSS классы иконок, идентификатор модуля, к которому относится меню, флаг показывает, что ветвь, начиная с текущего пункта, подгружается динамически, идентификатор ветви меню, используется только для обновления динамической ветви под меню, и список дочерних пунктов меню. Дочерние пункты меню также задаются аналогичным массивом, аналогичной структурой. Итак, как через PHP-интерфейс, через InkPHP и AdminHeader мы их, в принципе, разобрались. Теперь каким же образом мы можем через модуль добавлять свои пункты меню? Мы воспользовались решением из Marketplace, которое называется конструктор модуля. Мы уже установили модуль, с этим вы самостоятельно сможете разобраться, не буду останавливаться на этом детально. Назвали его «Витровая академия». Вот у нас даже появился такой пункт меню. Это связано с тем, что в модуль предусмотрено автоматическое формирование меню по типу, как мы только что сделали, через InetPHP, то есть регистрация обработчика. Вот здесь мы видим функцию «On Build Go Menu», которая заинвестирована. Чтобы у нас пункты меню не мешались, здесь мы просто давайте вот эту строчку закомментируем, оставим весь остальной код. Мы, к сожалению, не можем просто так удалить функцию, потому что будет ошибка. Обработчик не найдет функцию, и, соответственно, будет ошибка. Обновляем. Видим, что настройка пропала, да? Вот. Теперь приступаем, соответственно. Вот у нас есть папка «Admin». В папке «Admin» мы создадим файлы меню PHP. Соответственно, так же можно подключать в меню PHP языковые файлы. Не забываем. Можно подключать языковые файлы. Обязательно надо делать проверку уровня доступа к модулю. Иначе ваши пользователи получат доступ туда, куда они не должны его получить. Далее мы должны сформировать массив меню. Соответственно, формируем верхний пункт меню. Являем массив. И, соответственно, полученный список меню мы должны вернуть. Вот таким образом, да? Давайте поместим, соответственно, в раздел «Content». В массе передадим параметр, да? Сдадим сортировку. Что мы будем делать? То есть, ну, какая основная идея, да? Не просто так. Надо что-то придумать. Соответственно, давайте создадим список форм модуля Webform. Ну, пойдем таким путем. Соответственно, адрес это форума из PHP, да? Ссылка на фонте меню. Не забываем указывать языковую константу. Текст, собственно, сам фонта меню. Списк форм веб-модуля. Сплавающие подсказки. Текст. Тоже не забываем про него. Тестовый меню модуля Академии. Давай идти, она у нас будет. Создадим CSS-класс. Малые иконки. CSS-класс. Большой иконки. Идентификатор модуля. Модуля ID. Ну и items сдаем в виде. Объявляем просто, что массив. Мы остальные уровни формируем ниже. Давайте сохраним. Посмотрим, что у нас получилось. Content. Список. Форум. Модуля Webform. Мы перешли. Видим, что у нас открылась доступная форма. А вот когда мы соответственно открыли детальную страницу, так как у нас не прописано в списке урлов, которые должны подсвечивать пункт меню, то у нас видите, перескочил на другой пункт. Далее. Давайте подключим include.php из модуля форм, потому что мы будем вызывать функции этого модуля. По-хорошему вообще в данном случае не туда подключили. По-хорошему вообще в данном случае нам необходимо делать проверку является ли данный модуль активным, подключенным. Это учитывайте, но здесь мы считаем, что модуль Webform всегда подключен, иначе наше задание, наша задача не имеет смысла. Так. получим список getMenuList вызваем функцию, пройдемся в цикле, соответственно, если у нас пункт элемент массива меню больше нуля, содержит хотя бы один символ, формируем массив. Итак, что здесь? Текст передаем, параметры, которые мы получили из функции формируем URL следующим образом. здесь у нас параметры ID веб-формы, языковая константа, стандартные иконки и дальше список URL, при которых текущий пункт меню будет являться активным. Вот мы его тоже перечислили и соответственно поясняющий текст, список результатов формы и здесь мы использовали DNA, то есть это текущий констант, констант будет у нас заменяться. Сохраняем, обновляем, вот мы видим, что у нас вводится список все, у нас все прекрасно работает, с этим мы разобрались. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...